всем привет хочу показать очередную работу на нож фирмы benchmade модели 710 мак генри вильямс культовая модель очень классный ножичек вот и давно требующие изменения или модернизации скажем так у меня здесь сразу видно что два ножа значит два ножа потому что нож сегодня вроде можно приобрести в двух вариантах то есть обычный стандартный вариант это у нас значит ножик со сталью d2 и вот с такими вот накладками накладки из g10 они первый раз вижу такой же здесь он снаружи как будто бы стеклянный блестящий такой вроде текстура есть но он такая такая честность дешевая текстура материал тушку под дешевенький вот и нож классные но накладки конечно такие оставляют желать лучшего вот но второй вариант который производится эксклюзивно для магазина knifworks он имеет вот такие вот накладки немножко видоизменен здесь у нас уже сталь м390 в стойке у нас d2 вот имеет накладки двухцветного g10 то есть уже кастомизирован в принципе но нож скажем так дороже и может быть не все покупают более популярен распространен нож со сталью d2 то есть стандартная версия вот и значит я сделал пару вариантов а может даже три варианта накладок значит я сделал накладки универсальный для этого был приобретен нож со сталью d2 потому что все таки ножи отличались во первых здесь винтики можно посмотреть они разные вот это у нас м390 это d2 с другой стороны тоже немножко другие потом у нас на м390 имеется баночки она d2 у нас был спейсер что ли по моему спейсер был пластик не помню вот и соответственно здесь у нас вот такие вот винтики которые вкручу это в другую плашечку с другой стороны вот здесь у нас два винта и баночки то есть все свое родное и клипсы тоже были разные но я клипсу сразу поменял потому что родная клипса была такая же как на бенчмейт гриптилианах стандартной версии вот итак к накладкам перейдем но самый распространенный классический вариант накладок это у нас накладки 3d классик гладкий без излишеств без всяких узоров он они вот так получились вот здесь у нас g10 здесь у нас карбон почему я показываю g10 и карбон потому что карбон скрывает все фасочки то есть декоративные узорчики на карбоне не сливаются из это демонстрирую в g10 вот здесь у нас с одного с обратной стороны значить отверстие под клипсу для правши и сделана небольшая выборка это сделано потому что накладки у нас универсальные винты немного отличается то есть штатных накладок винты чуть-чуть короче и могли бы срываться то есть если приложить усилия можно сорвать винтики и из этого я предпочел сделать такую выборку чтобы клиент не повредил родные винты и после установки естественно все это дело никак не палится ничего не видно то есть целые винты все нормально без проблем то есть все используется все винты используются будут заводские на d2 я буду еще комплектовать своими винтами и спейсером вот таким вот спейсером с винтиками моими с обратной стороны накладки у нас имеют маркировку модель мое имя то есть дизайнер второй вариант у нас есть вот такой вот здесь мы сделаем в оранжевом цвете это 3d line вот такие вот накладки имеющие узорчик поверх 3d обработки они глубокие абсолютно не агрессивны то есть все удобно комфортно держать руках здесь все нормально третья модель у нас называется smart ну а именно этому smart line то все таки вот микро насечки визуально восприятие нажат чуть изменено здесь у нас также они в карбоне есть он так вот покажу в карбон опять-таки скрывает эти насечки надеюсь камера покажет вот и в d2 у нас вот такой вот спейсер и мои винтики на м390 можно использовать заводские родные винты кто покупает накладки например на это и также можно будет отказаться от спейсера и соответственно стоимость будет чуть дешевле вот а кому нужно для d2 в комплекте идет спейсер в цвет накладок если черной накладки будет черный спейсер там соответственно оранжевых к оранжевым и все такое и плюс комплект винтов для спейсера винты для клипсы будут свои родные заводские здесь у нас они в данном случае черный вот здесь у меня 3d потому что я не успел перекинуть здесь успел снял винты поставил накладки smart вот так вот все это дело выглядит здесь у нас нету под пальцевой уборки потому что у нас здесь сужение накладок как и с обратной стороны нож с такой насечкой с насечкой smart держать очень удобно комфортно она очень мелкая но в то же время руках нож перестает скользить абсолютно но нож цеплять на карман без проблем цепляется не натирает все удобно сделано никакой агрессивной насечки все в меру все четко все красиво здесь уже у нас давайте вот на здесь покажу сделано под пальцевая выборка чтобы было легче открывать так как здесь чуть-чуть толще у нас накладки получились в итоге и соответственно открывать у нас здесь удобно вот так вот у нас торчит шпенечек совсем чуть-чуть открывать можно без проблем как одну рукой таки двумя но не сильно выпирает здесь у нас выпирает чуть чуть больше за счет того что накладки немножко видеоизменены здесь у нас как бы выборки в целом вот такие накладки которые мне кажется улучшают нож восприятие уж точно они улучшают восприятие ножа с такими накладками потому что это накладки просто что-то из прошлых времен наверно потому что что давно производится много лет видимо с тех пор производства на накладок не менялась и непонятные блестящие накладки вот эти же накладки в принципе симпатичные по толщине моей накладки они где-то как вот эти вот у них толщина получается приблизительно похожие вот эти накладки у нас чуть чуть тоньше вот из-за этого пришлось сделать выборку под клипсу в этом месте вот и вот на этом вроде бы как бы все спасибо за просмотр всем удачи и бара